Итак, друзья, давайте поговорим про эквалайзеры в каждой из подписок. Как видите, здесь вот в таблице куча плюсиков. Практически каждая подписка включает в себя эквалайзер, кроме Relap, там только ревера. И Asiatope RX, и AQ Sonus Era, это у нас бандль для чистки и реставрации аудио. Все остальные подписки, они включают в себя IQ. Давайте посмотрим и послушаем, как эти эквалайзеры работают. Ну, для начала давайте посмотрим. Как видите, вот каждая линейка микшера представляет собой разный бренд. Slate, Plugin Alliance, MagDSP, Eventide, SoftTube, Sonax, Kilohertz, AirMusic, SSL, Cush Audio, Trip, подписки Waves, Melda, Arturia FX, Asiatope. И здесь сразу, в общем-то, видно, очевидно, что у Plugin Alliance немерено разных эквалайзеров разной обработки. Винтажно, есть цифровые приборы, не супер совершенные, но тем не менее они есть. Очень круто представлены винтажные и цифровые обработки у Melda. Это, наверное, самые навороченные цифровые EQ с кучей возможностей. Да, их там настолько много, что я реально в них сам путаюсь. Обратите внимание, что у Isotope и у Slate, при, казалось бы, маленьком количестве эквалайзеров, на самом деле, Ozone и Virtual MixRack, они включают в себя модули. И вот в этих модулях там есть и эквализация, и динамическая обработка. Но, тем не менее, у Slate все-таки побольше упор на винтажные приборы. Так что давайте сейчас поговорим более предметно. Начнем со Slate, послушаем демо Loop. Вот такой замечательный Loop из XLN Audio XO. И давайте по порядку разберем модуль эквализации в Slate Digital Virtual MixRack. Первый модуль это Clone SSL. Здесь у нас срез низких частот. Обычный вот такой вот рабочая лошадка-эквалайзер. Если мы захотим послушать очень узкие полоски, то это, конечно, не цифра. Но давайте продемонстрирую. То есть каких-то хирургических операций от этого эквалайзера точно не стоит ждать. Все-таки это эмуляция консолей, винтаж и все такое. Поэтому нужно на это делать скидку. Но, тем не менее, какие-то вырезы проблемных мест в исходниках делать можно с помощью этого эквалайзера без проблем. Обратите внимание, что если я кликаю на цифровое значение рядом с фейдером, то значение, как и в железке, у меня меняется дискретно. То есть пошагово, так как это предусмотрено в железном приборе оригинальном. Но если я просто вращаю регулятор, то значение можно менять плавно. Это очень круто. Единственное ограничение в API, которое на самом деле касается юзабилити. Здесь, когда мы просто крутим, происходит дискретное переключение. Когда мы крутим с зашатым Ctrl на PC или Command на Mac, у нас происходит плавное изменение. В общем, то же самое, но по-другому почему-то реализовано. Ну что ж, давайте теперь перейдем к звучанию NIF. Это красящий эквалайзер. Если мы нажмем на кнопку Drive, то вот эта красная регулировка будет отвечать за количество искажений, которое мы добавляем. Очень крутой пробивной с характером звук. Единственный минус, почему-то здесь нельзя выбирать частоту для шельфа высоких, как это сделано в культовом 1073. Ну, тем не менее, вот так это работает. Далее, замечательный музыкально работающий API. Здесь у нас эмуляция искажений. Фильтр — это срез низких частот и преобразование вот этих вот low-frequency, high-frequency, вот этих вот полосок из bell, из пиковых в шельфовые. Продолжение следует... Очень круто, что здесь можно аж в районе 20 кГц регулировать количество высоких частот. В общем, реально прибор очень стоящий. Мой самый любимый эквалайзер, когда касается дела музыкальности. Далее у нас Custom Series Lift и Custom Series Equalizer. Здесь у нас срез низких, срез высоких, четыре полосы с дискретными значениями. И Lift — очень интересный прибор. На самом деле, вот это у нас высокие частоты шельф, это низкие частоты, два разных режима для высоких, два разных режима для низких частот. И Slate, что характерно, не стал эмулировать шельфы высоких и низких одного эквалайзера. Здесь у нас заложена цепь нескольких эквалайзеров последовательно. И кривейди очень необычные и, соответственно, уникально звучащие. И я чаще всего использую оба вот этих прибора из Custom Series, потому что это у нас шельфы, а это у нас отдельные регулировки со срезом высоких и низких. Давайте послушаем, как эта замечательная штука звучит. Ну вот, как вы слышите, довольно гибко можно настроить. И давайте теперь перейдем к очень интересным модулям, потому что многие их недооценивают, в том числе и я пока не попробовал. И речь идет, конечно же, о модулях Air EQ. Air — это у нас высокие частоты, и Earth — это у нас низкие частоты. Вот этими кнопками Air и Earth отключаются, и очень интересные функции — это High Cut и Low Cut, срез высоких и срез низких. Обратите внимание, что для каждой из этой функции предусмотрено аж три регулятора. И очень круто здесь в модуле Air EQ Earth, что можно срезать низ таким образом, что у нас вот здесь три регулировки. Первая регулировка — Frequency, частота. Следующая регулировка — это Slope, это крутизна среза. И еще одна регулировка — это резонанс вместе среза. С помощью этого можно не только менять вообще количество низких частот при обрезке, а и радикально изменять характер звучания на низких частотах. Ну и, соответственно, на высоких, но все-таки я чаще использую на низких. Послушайте, как это потрясающе работает. Уже добавили вверх, добавили низ, включаем срез низких частот и начинаем шаманить. Продолжение следует... То есть с помощью вот этого резонанса на в данном случае 52 Гц и очень самым крутом слоуп, срезе, мы выделили туловище бочки, тело бочки в районе 52 Гц и реально поменяли продолжительность этой бочки на слух и характер звучания на низких частотах. Замечательный прибор. Далее Infinity EQ, который, скорее всего, делали килохерц. Обратите внимание, когда мы вот к центру нашего эквалайзера подводим курсор, у нас сразу видно, какой диапазон создастся. Срез, шельф, белл или пик, ну и так далее. Что тут еще есть, так это возможность в мид или в сайт к каждому узлу работать. Давайте попробуем. Создали узел, мониторинг частоты, включение-отключение, лочить можно, можно преобразовать в мид, в сайт, можно менять тип кривой и сразу это все видно, отображается, очень удобно. Удалять. Что касается крутизны, давайте посмотрим. Вот эта форма. Обратите внимание, можно необычные формы создавать. И крутизна. Вот что значит цифровой эквалайзер. Можно прям очень-очень узенькие какие-то полоски каких-то проблемных частот убирать. Обратите внимание, для шельфа здесь вот такой ползунок с двумя регуляторами, с помощью которых можно изменять форму шельфа и провал, которыми так знаменит эквалайзер NIF, с помощью которого можно сгладить, например, в высокую середину. В общем, крутой эквалайзер, но, к сожалению, здесь отсутствует режим работы с линейной фазой. Далее, замечательная разработка от Fabrice Gabriel. Это у нас EOSYS R-EQ Premium. Что мы здесь видим? Собственно, low-cut, срез низких частот, high-cut, срез высоких частот. Можно количество этого среза, крутизну менять, ну, в довольно маленьких пределах. Собственно, диапазоны. Можно здесь очень широко воздействовать на звук музыкально. Для мастеринга это подходит. Сила воздействия, которую можно уменьшить. Собственно, всё, что мы накрутили, можно уменьшить до нуля даже. И характер звучания. На самом деле, fire — это сужение, изменение формы наших кривых. А water — это расширение наших кривых. Давайте посмотрим, как это работает. И, кстати, что касается ширины. Вот это самая широкая полоса для Bell, для коллакообразного нашего фильтра. И самая-самая узкая — вот такая. Как мне кажется, всё-таки этого недостаточно для цифрового EQ. Но, тем не менее. Давайте посмотрим, как регулятор характера воздействует на звук. Вот таким образом он преобразовывает кривые. И регулятор тренд, он почему-то, вот сила эквализации, на самом деле, вот она уменьшается. Мы в процентах от 150 до нуля можем нашу эквализацию прибавлять, либо убавлять вообще в ноль её. Минимизировать влияние вот этой кривой на звук. Но визуально, к сожалению, отображение не происходит. И это может спутать какие-то карты ваши и понимание вообще процесса работы вот этого регулятора. Очень крутой эквалайзер. И что ещё примечательно, здесь шельф высоких частот очень хорошо воздух добавляет. Переводим в режим шельфа. И как видите, с помощью всего одного регулятора здесь реализован вот этот вот провал и изменение формы шельфа. Очень удобно. Ну и поговорим про обработки от KELOHEADS. Замечательный мультипасс. Здесь у нас есть три эквалайзера. Простенький трёхдиапазонный 3-Band EQ. Очень интересный Carve EQ. Здесь мы можем воздействовать на какую-то из полос частот с помощью ModWheel. Колеса, мыши. Выбираем ширину полосы и начинается. Например, так. Также мы можем выделять какие-то узлы и воздействовать на них. Вот таким образом. Также режим рисования существует. И два режима, которые касаются работы с референсами. Первый режим, он просто позволяет посмотреть, чем отличается наш сигнал от референсного. Лучше здесь вот внизу включить спектрум значения EXACT. Чтобы видеть прям крутую кривую, можно немножко сгладить. Вот таким образом. Или сильно сгладить. И второй режим, он позволяет подогнать наш исходник к таргету, то есть к какой-то референсной кривой. Нажимаем RECORD, чтобы захватить входное аудио, чтобы проанализировать входящий сигнал. Вот аудио проанализировано, таргет выбираем. В общем, однозначно интересный прибор. И SLICE-EQ. Обычный, суперудобный эквалайзер, в котором есть оверсамплинг. Вот здесь внизу он включен по умолчанию. И, собственно, очень удобная рабочая лошадка. В MID-SIDE режиме каждый из узлов может работать. Один раз кликаем, создается узел. Если сделаем правый клик, открывается дополнительное меню. Здесь можем форму нашей кривой установить. Также можем ширину полосы, гейн изменить. И, что самое главное и интересное, здесь у нас обычный режим работы, стерео. И также можем воздействовать на MID-составляющую моно и сайт-составляющую стерео. Итак, давайте сейчас поговорим про плагин Альянс. Рассмотрим все плагины, которые входят в подписку MEGA. Если вас интересуют, какие плагины входят в другие подписки, то открывайте соответствующий файл по ссылке. Файл называется плагин Альянс. Сравнение планов. И здесь вы сможете увидеть все отличия подписки Essential, Musician и Mix & Master. Итак, давайте послушаем исходный файл. И первый по списку, но не по значению, это AMEC EQ200, который сам Дирк Ульдрих называет своим любимым эквалайзером и гордится им очень. С левой стороны у нас и, соответственно, зеркально, с правой. Это срез высоких и низких. Далее 5 полос эквалайзера. Внизу у нас эмуляция TMT, когда для левого и для правого каналов у нас немножко по-разному выглядят сатурация, АЧХ и фаза. И за счет этого мы получаем разницу в левом и правом каналах. И то самое 3D, за которое так любят аналог. Input Out Gain. Входная-выходная громкость. Mono Maker очень удобный, ниже какой-то частоты. Вот заданный. У нас все переводится в Mono. Расширялка стерео, mid-side режим, обычный left-right режим, линковка каналов. Сейчас она, как видите, активирована и органы управления работают залинкованно. Ctrl-click возвращается в дефолтное состояние. THD, количество гармонических искажений. Можно их отключать, можно их убавлять, добавлять. И V-Gain это так называемый виртуальный гейн-регулятор отдельный. С помощью него мы можем управлять гейном этого прибора. Интересный режим называется Gain Scale, с помощью которого мы можем все наши регулировки, которые мы произведем, либо уменьшать их влияние на звук, либо увеличивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нажимаем IN Добавляем сатурацию И давайте тоже добавим низа, верха, вырежем серединку, послушаем как он работает. Продолжение следует... Эквалайзер с характером, если вы такой ищете, 2090 это то, что доктор прописал. Ну и, к сожалению, он староват, и здесь масштаб отображения нельзя установить. Как, кстати, и в этом замечательном эквалайзере, хотя размер тут и нормальный, но тем не менее. Нет, вот как в AMEC 200 масштабирование. Далее замечательный цифровой эквалайзер. И на самом деле минус в том, что, к сожалению, здесь мало полос. Их здесь раз, два, три, четыре, пять. Срез низких частот, срез высоких. Внизу очень интересные модули, сейчас мы про них поговорим. Gain Scale тот же самый, который позволяет все наши вмешательства в звук эквалайзером увеличивать или уменьшать. Mono Maker присутствует. В общем, динамика, Base Shift, Present Shift. Это у нас, опять же, пульт эквализации. И здесь есть три типа шельфа низких частот и провала нижней середины. И, соответственно, три режима работы с высокими частотами. Расширение стерео, панорама, кстати, mid и side составляющие интересные, такие вещи. Короче, штука очень интересная. Также есть режим автопрослушивания и автосолирования частот, когда мы вращаем регуляторы. Ну, я предпочитаю практически все здесь всегда выключать. Это на ваш вкус. Ну что ж, давайте попробуем вмешаться в звук. Вот он, одноручечный пульт экв, режим A, режим B, видите, изменились частоты и ширина наших кривых. И вот режим C, самый такой широкий. То же самое для высоких частот, present shift. Уже неплохо. Давайте поднимем серединку. Довольно широкая полоса получается, вот в максимальном 0.3 режиме. Ширины полосы и динамический эквалайзер. В минус мы крутим, у нас нечто вроде DSR. В плюс крутим, нечто вроде экспандера. Частота выбирается здесь и режим атаки, медленный, быстро выбирается вот здесь. Также режим post и pre. То есть вставить этот динамический модуль до эквалайзера или после. Динамический модуль до эквалайзера. Динамический коридорaber MaricusTart. Динамический ключ как вы можете услышать очень крутой эквалайзер единственный момент нулевая задержка соответственно не оверсамплинга никакой линейной фазы здесь нет то есть он будет красить ваш звук и на мастере я его раньше применял но даже заказчики слышали что характер звучания при использовании на мастере этого плагина у микса меняется поэтому пришлось отказаться а так вообще на индивидуальных каких-то инструментах мне кажется замечательный инструмент замечательный также инструмент старый добрый проверенный bx dynamic eq здесь у нас есть три режима динамический эквалайзер компрессор desser и режим бум ну давайте начнем динамического эквалайзера значит здесь на самом деле все просто на этот блок он общий для всего можно можно не обращать внимание у нас здесь гейн ширина стерео в общем-то параметры динамики здесь у нас атака релиз порог срабатывания и вот здесь посередине нас блок обратите внимание динамический эквалайзер и key key это то что будет управлять нашим эффектом то что попадает детектор от dynamic eq это на какой частоте это изменение будет происходить и здесь у нас мы можем максимум gain задавать то есть вот эти желтенькие пределы насколько максимально в данном случае 6 децибел будет изменяться наш сигнал и два режима кат это режим уменьшения динамики boost это режим увеличения динамики возможно это все заумно друзья звучит но сейчас вы все увидите и услышите очень круто что здесь большое количество разных кривых вот сейчас мы солировали детектор настроили на частоту 4 и 3 килогерца и вот на то что попадает в этот ключ на детектор мы с этой частотой будем работать а эквализировать мы можем частоту на самом деле не привязанную к частоте которая детектируется например ультра не сможем прокачивать от хитов или наоборот давайте поставим кстати будет очевидно вот обратите внимание у нас детектирование идет бочки на саб низких частотах а динамика срабатывает на 10 с половиной килогерцах опять же здесь задаются параметры динамики компрессор по сути то же самое режим регулярный или стерео left-right и режим mid-side mid секция и side секции собственно здесь у нас блок такой же самый то есть те же самые настройки как видите по сути то же самое только в режиме с компрессором у нас есть возможность отдельно редактировать mid-side составляющих либо в регулярном режиме в обычном мы в стерео работаем обратите внимание также здесь у нас есть возможность линковки детектора и диапазон на который мы будем влиять и собственно здесь вот параметры типа кривой и частоты можно линковать в общем такой себе десер но опять же все это по настройкам абсолютно идентично первым двум модулям и режим бум ну что ж как вы слышите отлично работает именно в качестве бум то есть такого динамического прибора который воздействует на низкие частоты вот бочку он детектирует и дополнительно подчеркивает низа следующий прибор это старый bx гибрид на самом деле он очень похож на bx digital только интерфейс поменьше немножко по-разному здесь организовано как вы видите управление вот этими вот шельфами их можно сдвигать то есть они регулируются это интересный режим также если вы срезаете какие-то частоты здесь можно установить режим этого среза от пологого до крутого и также с режимы под названием ночь для вот такого выреза полного каких-то частот интересный плагин под названием bx pen eq здесь мы можем задавать каким-то частотам вот здесь вот от 20 герц до 20 килогерц по вертикали и внизу у нас лево центр право то есть мы смещаем какие-то частоты по панораме и можем делать их громче или тише кстати в общем например если вам попался в руки монолуп со сбивкой на томах на низких барабанах то мы можем все томы распанорамировать так как нам нравится с помощью этого плагина очень легко то есть какой-то вот слева будет звучать какой-нибудь по центру а какой-нибудь floor tone там справа например короче интересный плагин однозначно далее великий и ужасный но на практике не такой уж и ужасный dangerous bugs eq здесь можем обрезать вверх обрезать низ и также у нас есть два шельфа шельф низких частот и шельф высоких частот вот в общем то и все ну честно говоря после того же better maker а этот плагин не ну совсем не заходит далее у нас элизия music you во-первых режим warm который смягчает сигнал во вторых у нас вот здесь куча полос low bottom middle top high рядом с каждой полосой здесь есть такие вот кнопочки кнопочка с минусом возле каждой регулировки это работа вот этих вот регуляторов минус потому что без активации этого минуса она работает в плюс от 0 до 15 децибел вот так же колокообразные или пик фильтры пик полоса они имеют режим с очень узкой кривой а для low диапазона у нас здесь есть режим который подчеркивает резонанс на низких частотах и возможно при этом придать бочке другой окрас давайте послушаем как это работает у нас в романах и как это питается мы вот в в в в в в в в также обратите внимание что для подстройки мид и сайт составляющей если активирован вот ms mode или постройки левого и правого канала здесь у нас вот такие вот под шлиц отвертки стилизованные регуляторы в общем как видите интересный прибор с интересной фичей вот по подчеркиванию резонанса на низких частотах так что обратите внимание на него далее мелкие приборы от линдл 6x 500 500 модуль здесь у нас high boost и low boost low pass и high pass срез и несколько шельфов частот этих шельфов вот здесь задаются также аналоговый режим когда гармоники добавляются здесь есть также обратите внимание что здесь у нас есть gain и out и они залинкованы соответственно можно при активной вот этой функции линковки можно управлять обеими параметрами одновременно и уменьшать или добавлять искажения гармонические при включенной опции analog в общем такой интересный с характером прибор ну естественно очень мало органов управления и если вам их реально не хватает вот еще один интересный прибор который в общем-то напоминает пуль тег px500 для высоких частот и для низких частот boost и аттенюатор давайте посмотрим как он работает конечно better maker этот прибор не заменит тем не менее вот этот вот блок с бустом и аттенюацией низких и высоких частот вполне можно нечто подобное накрутить ну и стоит линдл гораздо дешевле иногда можно даже его бесплатно загробастать если вам код приходит который можно использовать на очень дешевых плагинах как правило этот плагин по акциям продается меньше 25 долларов далее монструозный линдл те 100 очень интересно здесь реализовано управление все что касается буста вот отмечено красными точечками все что касается отключения это вот линейные белые точечки все что касается среза это у нас черная давайте попробуем подрегулировать низкие частоты значит у нас здесь есть шельф низких частот можно на его в минус регулировать вот эти вот несколько блоков взаимосвязаны и регулировать кривую 12 децибел на октаву 24 как видите этот регулятор не активен пока включена кнопка линейного режима теперь допустим если мы хотим провалить 300 герц нажимаем 300 здесь выбираем либо в плюс либо в минус нам нужно в минус а допустим высокую середину мы хотим увеличить допустим 12 килогерца включаем режим увеличения красный и увеличиваем ну и шельф высоких ну как вы слышите тут не очень широкие кривые и поэтому не очень музыкально аквалайзер работает он прямо с характером слышно его работу поэтому если вам нужно выделить какую-то частоту в сигнале сделать его слышим и такой пробивной в миксе то этот эквалайзер вполне подойдет либо какая-то эмуляция ниф далее еще один интересный прибор который очень необычно на первый взгляд может работать давайте пойдем снизу это у нас чоп шоп и так фокус это на самом деле обычный тильт фильтр чтобы активировать можно нажать вот на эту кнопку все что он делает он смещает энергию либо в сторону низких частот либо в сторону высоких частот а shift смещают точку смещения на которой работает этот тильт эквалайзер и смещает он на самом деле не радикально дальше у нас сверху хайкад срез высоких частот активируем если мы хотим изменить значение частоты вот здесь вот красненьким и черненьким они отмечены мы нажимаем на 0 5x это собственно вот эти значения только умноженные на 0 5 и если мы хотим сделать пик вместе среза то мы нажимаем кнопку резонанс ну а для того чтобы увидеть как работает функция low cut в этом приборе давайте посмотрим на то как это графически все отображается это включаем выбираем частоту как видите low cut как low cut просто срез низких частот можно с помощью бампа выделить резонанс при нажатии на more у нас прям конкретно управление резонанса конкретно резонирует конкретно больше работает интересная функция но если мы нажмем вот на эту кнопку у нас вместо low cut эта штука работает как шельф низких частот плюс провал на нижней середине причем так очень очень радикально аж на 10 децибел здесь все увеличивается то есть работает очень необычно я бы сказал далее великий ужасный но на самом деле с маленьким интерфейсом mac и q4 который сразу при старте и при регулировке он повышает громкость сигнала нам кажется что вау это круче звучит на самом деле крутой эквалайзер каждая ручка это отдельный диапазон сап не из 40 герц 160 650 шельф два с половиной килогерца и две ручки которые отвечают за высокие частоты выбор частоты шельфа высоких частот и количество вот этих самых высоких частот давайте попробуем что-то сделать с нашим исходником и на самом деле mac работает круто очень приятно но гармоник этот mac не добавляет к сожалению то есть эмуляция не полная также обратите внимание здесь есть регулятор под названием level trim просто выходная громкость очень круто расположены вот эти вот частоты там где надо они работают конечно опять же вот моя любимая регулировка в районе четырех килогерц которую часто хочется прибрать чтобы так мягко звучало все для человеческого уха так уж она устроена так вот проблема в том что у мага на этой частоте собственно регулировок и нет далее неплохой эквалайзер millennia nsaq 2 здесь опять же все просто шельф низких шельф высоких и два диапазона для регулировки середины так вот ну опять же выходная громкость режим 10 децибел режим 20 децибел активен когда вот эти регуляторы они работают не в плюс минус 20 а в плюс минус 10 мид сайт линковка в общем все как всегда старых плагинах от brainworks но на самом деле опять же по сравнению с амек экю 200 и по сравнению с беттер мейкером который на самом деле шикарен за счет вот четко подобранных кривых очень широких музыкальных милене лично мне не очень сильно заходит на знаю многих продюсеров которым прям очень нравится интересный плагин который похож на API 560 называется SPL AQ Ranger здесь у нас вот частоты обратите внимание 16 килогерц в общем разные частоты от низких до высоких выходная громкость сброс вот этих наших регулировок и самое интересное здесь мы можем вот выпадающее меню выбрать например жанр электронный или там какой-нибудь инструмент вот металл bsdi и в зависимости от выбора у нас здесь меняются частоты также можно с помощью плюсика минусика изменять режим работы соответственно вот этот вот эквалайзер он становится довольно универсальным и на самом деле он очень круто звучит давайте попробуем AQ Ranger Volume 1 Full Ranger и попробуем подрегулировать общем отлично работает и действительно эквалайзер который вот в силу своего очень странного юзабилити он для меня до сих пор оставался загадкой но на самом деле здесь все просто давайте посмотрим как это выглядит в виде графиков и так на самом деле здесь все просто здесь у нас mid frequency mid high low mid mid high короче говоря вот рядом с каждой чуть побольше ручкой есть чуть поменьше и она задает boost то есть усиление или cut ослабление вот ручка вот к ней относится вот ручка вот к ней относится и в общем то ручка выходной громкости собственно и все что нужно знать про этот эквалайзер давайте посмотрим как он работает для начала low frequency boost то есть boost им увеличиваем и выбираем частоту либо то же самое cut выбираем частоту далее опять же вырез причем обратите внимание как изменяется ширина вот этой полосы довольно интересно это все дело работает и такой же самый boost на середине и положение 720 герц очень широкая полоса по сравнению с остальными и на высоких частотах boost им вот здесь high boost q он управляет вот шириной вот этой полосы то есть можно прям ультра ультра вверх подымать и на самом деле нигде больше винтажных эквалайзерах от плагин альянс нет такого крутого поднятия высоких частот и то же самое только с обрезом частот в общем интересно на самом деле эквалайзер что касается высоких частот особенно вот он уникален как мне кажется в остальных случаях он такой себе эквалайзер как эквалайзер ну что ж друзья двигаемся дальше теперь давайте поговорим про эквалайзеры от mac dsp их на самом деле не так уж и много но есть интересные приборы итак первый это 4020 ретро эки у масштабируем интерфейс это радует но опять же здесь все очень просто срез низких высоких частот громкость по входу по выходу и четыре полосы хорошо звучит но никаких настроек здесь собственно расширенных нет это конечно огорчает да и далее ultimate eq 6020 модули фишка в том что здесь вот мы выбираем какой-нибудь винтажный эквалайзер очень мало здесь настроек полоса частота полоса частота с левой стороны у нас здесь возможность выбирать разные эквалайзеры и сравнивать звучание вот это интересно давайте попробуем вот Субтитры сделал DimaTorzok Ну как вы видите, настроек маловато, при переключении, конечно же, кривые разные, характер меняется, но я, если честно, не фанат 6020 Далее 650, чем отличается? Обратите внимание, что в 6020 у нас была одна линейка, здесь у нас линейки три Раз, два, три Здесь опять же, еще интересный момент, что мы можем, кроме модулей с эквалайзерами, использовать модули с динамикой Об этом позже будем говорить И может всякие экспандеры и гейты Также есть вот даже дисторшн Давайте попробуем в первом слоте, вот Target, выбрать эквалайзер Во втором слоте выбрать NoModule, то есть ничего И здесь мы можем комбинировать разные эквалайзеры Например, таким образом То есть вот такой Винтажный винегрет получить и вот это уже довольно интересная функциональность А далее самый крутой прибор в линейке Mac DSP на данный момент 6060 Очень круто, что он масштабируется И здесь у нас, как видите, целых шесть линеек, в которые мы можем загрузить разные обработки И здесь у нас есть и экспандеры, и симуляторы, и ленты, и всякие энхансеры, и низа, и компрессия, и EQ То есть если у вас есть возможность по дешевке приобрести этот прибор, настоятельно рекомендую, потому что лично мне он очень зашел Теперь выбираем слот номер два Соответственно, во второй слот мы загружаем, например, компрессор Фишка еще в том, что теперь мы можем для второго слота попереключать приборы И послушать разный характер компрессии И выбрать тот, который нам нравится Ну, минус в том, что очень примитивные настройки Что в эквалайзере, что в компрессоре Того же сайчейна здесь нет Продолжение следует... Выбираем третий слот И можно сюда загрузить, например, какой-то тейп-эмулятор Также неудобно, что здесь регулятора микс как такового нет В общем, прибор интересный, но не додуманный до конца, к сожалению Многими любимый мультибенд эквалайзер Активный эквалайзер, как он здесь называется Тем, что это, по сути дела, динамический прибор Давайте послушаем, как он работает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну и так далее То есть вы поняли идею Да, какие-то диапазоны можно компрессировать Для каких-то использовать нечто вроде экспандера Все параметры здесь динамики настраиваются Все параметры эквалайзера И в какую сторону он будет срабатывать Настраиваются вот верхние части Напоследок, AE600 Самый мощный динамический прибор Он похож на предыдущий 400-ый Но здесь есть несколько особенностей Обратите внимание, что каждый из диапазонов Обратите внимание, что каждый из диапазонов Их здесь шесть Он делится на активный и фиксированный Вот, например, 1-1, 2-2 То есть он как бы копируется То есть фиксированный это эквалайзер Активный это динамика Давайте посмотрим на примере, например Высоких частот, как это все дело работает Выделяем фиксированный шестой диапазон Mode это у нас тип кривой Например, High Shelf можно какой-то необычный поставить Вот такой Ну и, собственно, высокие частоты у нас будут усиливаться Давайте теперь то же самое Можно фиксированный отключить Усилим, опять же, высокие частоты Выберем High Shelf Вот такой И используем динамику Понижаем Threshold Про срабатывание вот здесь стрелочкой Либо вот здесь ползунком Они дублируются Выполняют одну и ту же функцию И, собственно, вот кнопка инвертирования работы Этого диапазона Ну, видно, как она работает То есть этот диапазон Либо приглушается, когда в детектор попадает эта частота Либо усиливается Степень сжатия, атака и релиз Ну, в общем, как в обычном компрессоре Регулируется здесь ниже ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень широкие, можно кривые здесь на столе Короче, прибор офигенный Если бы несколько моментов Мышка нельзя Типы кривых переключать Можно кликнуть И с помощью стрелок на клавиатуре Переключать разные типы кривых Смотрите И еще один неприятный момент Когда мы увеличиваем интерфейс Плаги начинают глючить И его органы управления Перестают на PC Версии WST2 X64 работать Поэтому прибор интересный Но есть моменты А так, конечно, если есть возможность Его забрать где-то на распродаже То я настоятельно рекомендую Прибор просто класс Теперь поговорим про эквалайзеры От компании Eventide И тут на самом деле Все довольно печально Потому что эквалайзеров В чистом виде У Eventide всего два Это EQ45 и EQ65 Причем, чем больше цифра Тем меньше полос Что характерно Интерфейс не масштабируется Это неудобно Давайте попробуем EQ45 Срез низких Срез высоких Четыре полосы Подарит Причем Срез Причем Все Все Причем что ж работает вполне круто и вверх такой песочек можно поднять но маловато диапазонов это конечно минус ну и EQ65 тут на самом деле концепция немножко другая очень крутые срезы низких и высоких частот можно прям эффект радио точки сделать и два диапазона которые имеют абсолютно одинаковые идентичные органы управления которые служат для выреза причем очень-очень хирургического каких-то частот либо для поднятия и опять же поднятия но очень хирургического какого-то диапазона частот и как по мне ну довольно спорная вообще обработка но тем не менее если вам придется какие-то чистки производить материала дефектного то возможно этот прибор вам пригодится давайте продемонстрирую как это работает вот оно подчеркивание частоты 3-4 кГц прям очень-очень узкой полосочкой либо вырез максимальный вот такие вырезы можно очень-очень узенькой полосой делать с помощью этого прибора так что на самом деле EQ45 и EQ65 они не являются взаимозаменяемыми это два разных прибора по назначению двигаемся дальше и говорим про эквалайзеры от Softube в подписке Volume 5 на данный момент представлено 4 эквалайзера 3 винтажа и 1 эквалайзер Waze цифровой начнем с прослушивания файла сухого не обработанного далее активный эквалайзер давайте попробуем таблика squeeze 임 и простенькие и рабочие низкие частоты с выбором типа ширины кривой high band высокие частоты middle band серединка и средств высоких низких все очень просто и в принципе звучит пассивный эквалайзер тут все просто фиксированное значение 60 герц для низа 10 килогерц для верха и середины выбираем середину и насколько мы ее хотим усилить далее одна из моих самых любимых обработок из пакета softyub это эмуляция summit audio EQF 100 эквалайзера очень круто что можно теперь масштабировать интерфейс ну и вкратце здесь у нас срез высоких и низких частот выходная громкость и четыре полосы для низких частот нижней середины верхней середины и вверха также здесь есть переключатели типа кривой и работы в минус или в плюс и 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 интересно работает интересные кривые здесь можно создавать по звуку это слышно но к сожалению фильтр здесь недостаточно глубокий например низкие частоты можно срезать только до 82 герц ну а вверх до 8 и 2 килогерц то есть эффект радио точки здесь мы точно его не добьемся и последний по списку но не по значению замечательный цифровой 7 диапазонный эквалайзер от вейс давайте посмотрим как он работает вот при наведении на диапазон мы видим название диапазона с цифрой и насколько децибел в плюс-минус на какой частоте все это дело у нас работает если делаем клик у нас здесь возникает меню и здесь мы можем засолировать диапазон включить выключить выбрать тип диапазона тип кривой частоту и в данном случае у нас здесь выбран срез низких частот можно крутизну этого среза аж 96 децибел на октаву установить давайте послушаем посмотрим как это выглядит и звучит и и и и и и и как видите очень удобно конечно 7 узлов 7 диапазонов это не очень много с другой стороны для такой небольшой коррекции этого более чем хватает это больше чем в любом аналоговом эквалайзере поэтому в принципе тут можно поставить зачет еще из интересных фич это приближение удаление вот эти кнопки справа вверху они работают на отображение по вертикали в децибелах и а это автоматический режим то есть вот вертикальная шкала в децибелах она автоматически подстраиваться под коррекцию и также можно зайти в настройки и здесь вот есть несколько страниц страницы 1 2 здесь разные опции по копированию между состояниями анализатор входа выхода ну и так далее юзер интерфейс может быть белым но это сильно давит на глаза может быть черным и на второй странице здесь очень на самом деле крутая опция которую я рекомендую ставить положение mouse over то есть мы вот это вот меню которое у нас возникает при клике в данном случае по умолчанию левый клик которая показывает тип кривой все значения можно сделать его постоянно видимым вот она здесь вот будет торчать но это часто непонятно вообще какой из узлов выделен поэтому мне больше нравится значение mouse over то есть наводите на какой-то из диапазонов допустим вот сюда и видите все значения то же самое здесь то же самое здесь если это меню вам мешает возвращаем по умолчанию в значение left click делаем левый клик и видим значение для данного диапазона в общем эквалайзер не сложный и в принципе очень мощный с довольно крутыми срезами поэтому все что требуется от цифрового эквалайзера ну кроме оверсамплинга линейной фазы здесь есть хотя на самом деле судя по задержке 17 сэмплов здесь может применяться оверсамплинг ну в мануале информацию я об этом не нашел продолжаем говорить про эквалайзеры и на очереди у нас sonax oxford eq к сожалению по подписке он доступен только исключительно студентам но тем не менее стоит сказать о том что этот алгоритм этого эквалайзера он один в один перенесен с консоли здесь немного полос но есть интересные режимы работы давайте послушаем исходник и потом его поэквализируем интерфейс к сожалению не масштабируется интересно но фильтр частот высоких звучит довольно рисковато не так как у остальных эквалайзеров это для меня сюрприз давайте посмотрим как работают остальные диапазоны круто что вот третий параметр это помимо чистоты и усиление или ослабление это тип кривой можно делать довольно крутые вырезы но все-таки до реально цифровых эквалайзеров это далеко неплохо звучит никаких нареканий у пользователя ни разу не слышал обратите также внимание что здесь посередине есть интересная регулировка здесь есть четыре типа эквалайзера чем больше цифра тем более пологие кривые мы получаем давайте посмотрим как эти типы выглядят и звучат вот как вы видели тип 3 и 4 это пошире кривые 4 тип это по заявлению разработчиков режим для мастеринга музыкальный незаметный а тип 1 и 2 вроде как не отличается но давайте посмотрим как тип 1 и тип 2 отличаются друг от друга при усилении какого-то диапазона и ослаблении посмотрим на ширину этого диапазона выбираем тип 1 вот уже наша кривая созданная как вы видите ширина параметр q он не меняется теперь давайте переключимся в type 2 и и вот оно отличие когда мы идем в минус у нас полоса становится очень-очень узкой когда идем в плюс у нас ничего не меняется то есть type 2 этим и отличается от type 1 имейте это в виду ну и для мастеринга повторюсь type 4 это сумасшедшие просто такие очень широкие полосы музыкальные про эквалайзеры от компании kilohertz мы уже говорили когда говорили про подписку slate digital all access pass эти эквалайзеры все обработки от килохерц туда входят ну давайте еще раз пробежимся на первом месте простенький 3 диапазонный эквалайзер далее очень интересный эквалайзер под названием Carve EQ здесь мы можем вот выбирать с помощью колеса мыши ширину с помощью которой будем воздействовать на чеха нашего сигнала вот так интересно здесь это работает следующий инструмент это выделение точек выделяем двигаем меняем АЧХ следующий инструмент карандаш можем рисовать свою кривую ну вот где вы еще такое видели следующие два прибора они касаются работы с референсами первый инструмент он позволяет сравнивать свой сигнал с референсным вот здесь factory presets и можно загружать всякие треки увеличивать разрешающую способность анализатора в режиме exact и следующий инструмент match input signal to reference называется мы можем матчить то есть делать так чтобы наш звук подстраивался под звук референса нажимаем на рекорд воспроизводим чтобы захватить наш барабанный луп его спектр нажали на стоп и теперь выбираем таргет то есть целевую АЧХ вот так же можно менять детальность и количество нашей подстройки под референс количество подстройки это и маунт а детализация соответственно detail следующий эквалайзер мой любимый если дело касается килохерц он называется Slice EQ подносим курсор мыши к центру и видим сразу отображение кривой которая будет создаваться и таким образом очень очень легко быстро преобразовать нашу кривую в ту которая нам понадобится для работы вот таким образом центральной точки также если мы делаем правый клик на любой из точек с правой стороны у нас открывается меню и здесь мы можем менять форму нашей кривой допустим сейчас вот 6 децибел на октаву можно преобразовать в такую прямоугольную например если это нужно также очень круто что каждый из узлов может работать в трех режимах по умолчанию режим это мид сайт то есть обработка и мид и сайт составляющей также есть возможность на мид составляющую влиять или на сайт составляющую в общем очень крутой прибор плюс еще здесь есть оверсамплинг то двойной можно его отключать единственно здесь нет линейной фазы но возможно кому-то она и в жизни то не нужно так что друзья если вам нужен крутой цифровой айкью и если вы на распродаже видите Slice EQ рекомендую очень крутой легкий прибор и задержка как видите 15 сэмплов при оверсамплинге умноженном на 2 а при отключенном оверсамплинге естественно все падает на ноль что касается задержки так что рекомендую ну и конечно же нельзя не упомянуть что если у вас есть подписка килохерц то вы можете использовать все модули которые здесь называются снэпины в плагинах типа snap heap и multipass multipass мощная обработка вот эта обработка сигнала перед вот этой цепи мультибэнд пост это после мультибэнд можно делить на какое-то количество диапазонов максимум это 5 и для каждого диапазона вешать свои обработки здесь допустим эквалайзер тут какой-нибудь хаос эффект здесь какой-нибудь фазовый дисторшн и так далее то есть этот комбайн он он шикарен загружается моментально работает все очень быстро грузить систему очень и очень слабо поэтому все что касается килохерц я могу смело рекомендовать крутая контора крутые обработки но все это цифра все что касается винтажа здесь вот так вот впрямую они не заявляют что у них есть винтаж с другой стороны можно обратиться вот например к нелинейному дисторшн у который здесь называется но для нерв фильтр здесь как бы можно срезать полосы частот и добавлять драйв вот этот самый драйв и разные его режимы они обеспечивают в ту самую винтажную сатурацию ламповую не ламповую в общем-то на слух можно подобрать и видно даже по рисунку видите здесь очень по-разному могут выглядеть эти типа сатурация разная так что рекомендую но он linear filter когда он вышел я сразу же купил как только попробовал очень крутая вещь что касается air music подписки ну в общем то есть два плагина их вы видите у себя на экранах такое мягко говоря бюджетное все но тем не менее давайте послушаем как это все дело звучит фильтры абсолютно нормально звучат максимально мы можем их срезать с крутизной 24 децибела на октаву и четыре диапазона низкий нижняя середина верхняя середина и вверх тип кривой для высоких и низких частот обычный ничем не примечательный эквалайзер параметрик что тут скажешь и еще один эффект air music kill eq то есть с левой стороны здесь кнопки с помощью которых мы можем покилить то есть уничтожить высокие частоты середину или низкие частоты а здесь у нас простенький трех диапазонный эквалайзер мы можем на какие-то частоты воздействовать в плюс или в минус и внизу мы выбираем частоту все эквалайзер из подписки ssl на самом деле он мне очень нравится здесь крутой анализатор разные формы кривых здесь интересный параллельный режим который на самом деле я всегда оставляю включенным потому что при этом но интересно все начинает звучать это по факту обычный цифровой эквалайзер никакого оверсамплинга тут нет никакой линейной нелинейной фазы здесь нет здесь есть режим работы mid-side лево-право в общем давайте посмотрим как это работает дабл клик создается узел и наведя на узел мы видим что мы можем с этим узлом сделать здесь можно выбрать тип кривой шельфы пики беллы или хай пас лоу пас солировать диапазон воздействовать на мид на сайт составляющую на весь сигнал удалить диапазон выбрать тип очень быстро можно крутизну среза регулировать очень классно что при смене типа кривой у нас показывается чем он характерен вот допустим когда мы в минус будем крутить эту полосу у нас будет уменьшаться добротность этого фильтра а а а Субтитры сделал DimaTorzok Для шельфа высоких частот здесь только один тип кривой, для шельфа низких тоже только один тип кривой, то есть типы мы можем регулировать для среза высоких-низких и для Bell фильтров. Обратите внимание как меняется наша кривая при включении параллельного режима. И опять же параллельный режим, мне нравится больше как он звучит, как-то интересней. Что касается нагрузки на процессор. Тут все четко, все по нулям. Очень легкий эквалайзер с крутой быстрой анимацией. Но что еще нужно? Отлично, если вам не нужен линейный режим, если не нужен оверсамплинг. Также очень круто, что мы можем активировать опцию отображения фазы. Нажимаем там где написано NONE внизу и видим фазу сигнала. И при коррекции АЧХ мы будем видеть как это влияет на фазу сигнала. Вот пунктиром показана фаза. Очень круто для визуального понимания, что с фазой происходит. Также в эквалайзере очень крутая система пресетов. Очень удобная, это похоже на то, как это реализовано в плагинах от компании Relap. Два состояния AB, Undo, Redo. В общем, удобный, легкий. Что еще скажешь? Если вы видите на распродаже и любите цифровые эквалайзеры, попробуйте демо. Рекомендую обратить внимание на этот замечательный прибор. Но если у вас слабый компьютер, то анализатор можно вообще... Продолжаем говорить про эквалайзеры. И на очереди у нас Cush Audio. Давайте посмотрим, что они предлагают. Cush это подписка на винтажные приборы. Компрессор, эквалайзеры и один плейд ревер. Итак, давайте послушаем исходник и попробуем покрутить первую по счету, но не по значению электро. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, внизу у нас включение и отключение оверсамплинга, которое влияет на качество звука. High-pass фильтр. И поведение органов управления. Либо регулировка вверх-вниз, как я, например, привык вертикально. Либо регулировка влево-вправо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что можно сказать? Приятно звучит, классный верх, интересный низ. Срезаются низкие частоты довольно глубоко. До 400 Гц. Это тоже очень круто. К сожалению, из регулировок есть только усиление ослабления сигнала полосы и выбор частоты. То есть ширину полосы мы выбрать, к сожалению, не можем. Но, тем не менее, интересно такое решение для любителей винтажного саунда. Следующий IQ это Hammer, молоток. Такие дискретные срезы высоких низких частот. Катбуст низких. В общем-то и все. Оверсамплинга кнопки нет, включения-отключения. Только три диапазона. Ну, если честно, как по мне, маловато. Ну и всем известный крутой, замечательный кларифоник. Но, к сожалению, здесь у нас есть эмуляция кривых этого крутого эквалайзера. Но нет эмуляции гармоник, который делает его еще круче звучащим. Ну, тем не менее, давайте покрутим, а потом посмотрим на графиках, что же мы будем крутить. Ну, и, в общем-то, вы поняли. Сейчас мы работали в режиме стерео. На самом деле, этот прибор создан для того, чтобы работать с высокими частотами в основном. Верхняя и середина, высокие частоты. И все вот эти вот куча разных режимов на самом деле может возникнуть путаница. А вот это выключение. Давайте посмотрим на графике, как это все дело выглядит. Итак, давайте посмотрим. Вот в дефолтном состоянии уже у нас середина верхняя от 500 Гц подчеркивается. Давайте покрутим фокус, кларити. Кларити прям подымает ультраверх в режиме шиммер. В режиме силк у нас меняется форма этого подъема. И сила этого подъема. Если мы переключим этот тумблер в левое состояние, у нас будет активен тип кривых другой, шины Presence. Если поставим среднее положение, то у нас кларити отключается. Но не совсем, потому что есть еще фокус. Тут тоже есть возможность отключения. Вот Out. Вот, как видите, прямая линия. Теперь давайте попробуем режим Tight. Подъем 5 кГц. Режим Diffuse. Вот такая плавная кривая, похожа на Mac эквалайзер. И далее положение Lift. Чуть-чуть продлевает серединку. То есть можно резюмировать. Фокус — это работа с верхней середины, в районе 5 кГц. Либо преобразование вот в такой шельф. И далее работаем с ультраверхом. Добавляем ультраверх. Такое интересное воздействие на верхнюю середину и верх. Ну и кларити, кларифоник, он дает тот самый песочек. Как миксу, так и индивидуальным сигналам, например, вокалу. Сейчас поговорим про эквалайзеры Waves. И у нас здесь есть две подписки. Waves Gold Plus и Waves Platinum. Waves Gold Plus. Давайте посмотрим, что нам предлагает. Во-первых, это крутой цифровой эквалайзер Q10. Можно вернуться к старому интерфейсу, если нажать на Legacy. Также можно поработать с размером интерфейса. Нажимаем на гамбургер с правой стороны. И выбираем GUI Size, например, 100% или 75%. Ну, для меня комфортно 125%. Ну, собственно, цифровой эквалайзер, нулевая задержка, ноль сэмплов и нагрузка довольно маленькая. Гамбургер с правой стороны. Гамбургер с правой стороны. как видите грузит ноль процентов вообще никак интерфейс довольно понятный не очень быстро его можно настроить как тот же например ssl или vase от softtube но тем не менее есть эквалайзер чего от него требовать далее замечательный renaissance EQ режим отображения обратите внимание кому как удобен в таком виде либо в таком при каждом выделенном диапазоне почему-то у ваевса колесо мыши отвечает не за ширину диапазона а за усиление ослабления это очень непривычно очень неудобно и очень странно нулевая задержка опять же нулевая нагрузка на проц и на самом деле мне этот IQ нравится больше хоть тут диапазонов меньше как-то компактнее он понятней выглядит к сожалению здесь раздельно нельзя воздействовать на mid side составляющую слишком уж простенький эквалайзер и тогда когда его придумали тогда еще mid side обработками сильно особо не увлекались ну и скины можно переключать темный светлый и legacy старый добрый далее emo эквалайзер и и и и и и специфически он звучит хотя это опять же зависит от типа кривых 4 диапазона но на самом деле после двух вышеперечисленных Q10 и Renaissance EQ6 как-то этот не хочется запускать ну и в рамках самого дешевого gold плюс бандла подписки от waves здесь еще есть VEQ винтажный эквалайзер это ниф со всеми вытекающими давайте попробуем его задействовать здесь собственно как в классическом ниве срез высоких низких переключения фазы low shelf то есть шельф низких частот с выбором частоты шельф высоких частот с выбором частоты что очень удобно и средние частоты нижняя середина верхняя середина возможность включения узкой полосы для этих двух диапазонов выбор частоты и усиление ослабления как-то это не очень удобно рулится с помощью мышки но если задействовать колесо мыши то вполне сносно ну давайте посмотрим что нам предлагает более продвинутая подписка под названием waves platinum больше плагинов ну естественно больше денег замечательная новость в том что это линейный эквалайзер с линейной фазой соответственно фаза у нас не страдает и соответственно такой эквалайзер вносит задержку и кушает побольше ресурсов 2679 сэмплов ну в принципе нормальное явление давайте попробуем по эквализировать наш сигнал форма кривых изменяется при смене метода вот в аккуратном методе вырезы ну конечно не супер узкие не супер хирургические но тем не менее они уже чем в остальных методах вот например low ripple normal также скорее всего этот метод влияет собственно на линейную фазу на то как этот алгоритм работает ну и со всеми вытекающими работа этот эквалайзер мы когда крутим диапазон какой-то не сразу применяются эти изменения а как-то странно дискретно но тем не менее если нужно аккуратно без воздействия на фазу поработать сигналом то этот вариант то что надо и он доступен по подписке и мягко говоря немногие производителя практически никто не предлагает своих подписках обработки с линейной фазы это очень круто наверное вот на ум только сразу приходит айзотоп с пакетом озон там мощнейшие есть и винтажные приборы эквализация тейп обработка компрессии и также цифровые в том числе и с линейной фазой также в подписке waves platinum присутствует linear phase aq low band то есть эквалайзер с линейной фазой который предназначен для работы только на низких частотах здесь можем вот обратите внимание срезать круто например наш звук а Субтитры сделал DimaTorzok Все работает классно, если бы не вот эта дурацкая дискретность Естественно, задержка в сигнал вносится 2047 сэмплов Нагрузка на процесс небольшая Но вот эта дискретность клики, они, конечно, лично меня выбешивают Потому что, опять же, есть какой-нибудь ФОП-фильтр Там, где в режиме с линейной фазой, у нас все прям четко происходит Мы слышим влияние на звук, все это плавно происходит, вся регулировка И по сравнению с этой обработкой от Waves, ну это небо и земля Что касается юзабилити, пользования Далее у нас две обработки Это, конечно же, пультек Великий и ужасный Выбираем частоту Буст и аттенюатор И на этой частоте мы можем бустить сигнал, то есть усиливать его А чуть выше по частоте мы можем включать аттенюатор, то есть ослабление По факту мы получаем такой глубокий эффект, когда сниз усиливается, а нижняя середина проваливается И можно с уверенностью сказать, что фирмачи и многие не фирмачи обожают этот эквалайзер Когда дело касается обработки бочки, барабанов, да и вокала Особенно, что касается высоких частот Давайте послушаем, как он воздействует на звук Субтитры делал DimaTorzok Аттенюатор Select это выбор частоты для регулятора аттенюатора High Frequency Касается буста Начиная с какой частоты мы будем бустить наш сигнал Ну и конечно же, вторая часть, обрубочка нашего пультека Это PICTEC MEQ Мэк, как его еще иногда называют Здесь мы можем выпячивать какие-то частоты с помощью PICTEC MEQTEC 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 усилим например полтора или два сразу скажу что пуль тег особенно mid-range mac эквалайзер вы сразу услышите в миксе скорее всего он так с характером работает потому что кривые не очень широкие не музыкальные поэтому он прям четко будет слышен и с другой стороны это классно для выделения сигнала в миксе это все что касается эквалайзеров в двух подписках gold и platinum на очереди эквалайзеры в подписке от melda и здесь у нас плюс в том что представлены как цифровые эквалайзеры так и цифровые эквалайзеры с линейной фазой необычные эквалайзеры в которых можно рисовать кривые и также здесь существует m turbo eq который когда-то был на обзоре и который просто прекрасен это винтаж причем разные кривые разных эквалайзеров давайте посмотрим и послушаем эти замечательные приборы вот он великий ужасный m turbo eq с левой стороны у нас меню для выбора разных эквалайзеров тут есть api 550 ssl и g сантейки не вы ну и так далее короче разные винтажные штуки и очень удобно то что мы можем какой-то один настроить переключиться на другое его настроить и потом попереключаться между этими вкладками чтобы сравнить звучание и выбрать то которое нам понравится также наверняка многие увидели удивились а что это за красивые шкуры на самом деле эти шкуры это 15 версия которая на данный момент находится в стадии бета-тестирования это бета-версия так что если вам интересно ставьте пробуйте и действительно многие очень многие жалуются на внешний вид meld и вот мне кажется разработчики наконец-то услышали наши мольбы и приводят внешний вид всех своих плагинов какому-то более красивому что удобоваримому ну что ж давайте попробуем и и и и и и и и и минус этого момента с сатурацией в том что сатурация как я понял везде во всех моделях одинаковая абсолютно то есть краску новую мы здесь получить с помощью сатурации не сможем можно получить эту краску с помощью сатурации и регулировки параметра analog опять же на слух ну такое себе удовольствие хотелось бы чтобы в этом смысле как-то прокачали функциональность круто что dry и wet есть и что опять же не дискретно мы можем значение выбирать а вот step continuous режим когда включен continuous мы можем плавно переключаться между значениями цифровыми они дискретно давайте попробуем другой эквалайзер потом сравним вот и вот 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 например нам нравится такой звук теперь переключаемся между двумя вот этими вкладками сравниваем если надо подруливаем в общем очень удобно ну и так далее так что m turbo iq не зря у нас был стрим потому что меня этот эквалайзер очень сильно зацепил идем дальше и давайте посмотрим что у нас здесь есть по названиям я сразу скажу очень меня напрягает что компания раздувает список плагинов вроде как куча продуктов куча разных продуктов но по факту можно было все вот эти вот все это огромное количество уменьшить до одного двух ну или максимум трех плагинов обратите внимание здесь у нас есть бесплатные платные в общем сегодня говорим про подписку у мелоды всего лишь одна подписка подписка на все поэтому автоматический динамический эквалайзер это очень крутой момент что можно не просто статично изменять полосы а делать это в динамике сейчас мы это попробуем авто эквалайзер обычный в общем эквалайзер эквалайзер linear phase с линейной фазой и голосальной задержкой в 32 тысячи сэмплов динамический эквалайзер просто эквалайзер эквалайзер просто линейная фаза freeform там где можно рисовать аналоговый и freeform и кью аналоговый приписка там у нас вот как видите есть сатурация короче говоря это все уже сложно что выбрать для работы возможно если вы имеете дело с мелдой для вас это не проблема для меня человека который на самом деле использует только m turbo и кью вот это все обилие она просто напрягает и опять же делаем правый клик вот на плагине на его интерфейсе и возникает вот такое меню просто хочется сразу все выключить удалить навсегда и забыть зачем зачем так много всего казалось бы чем больше тем лучше но в данном случае мне кажется less is more чем меньше тем лучше очень уж много здесь установок нажимаем на settings опять же куча куча установок конечно человек который с этим работает он приблизительно привыкает постепенно короче говоря очень навороченные иногда приборы и это может отпугнуть начинающих это я честно скажу вам по секрету это отпугивает даже меня итак давайте пойдем по порядку наверно самый навороченный плагин это m auto dynamic eq чем он хорош тем что здесь есть динамический режим при клике в центральную часть мы включаем режим соло и прослушиваем какую-то зону и правый клик на узле вызывает вот такое монструозное меню здесь можем выбирать тип кривой чистоту в общем все вот эти параметры динамические моменты гармоники добавлять в общем это с одной стороны круто что прям настолько проработано с другой стороны это очень сложно выглядит пока наверное к этому не привыкнешь но давайте попробуем с помощью динамики усилить низкие частоты опять же мы от регулировки производим но приходится это окошко дурацкое двигать туда-сюда чтобы вообще наблюдать за тем как вот динамика наша срабатывает может срабатывать минус может срабатывать плюс можно опять же от этого меню отказаться и все регулировки производить вот здесь в нижней части ну вот низкие частоты прокачали очень даже круто давайте попробуем теперь вверх функцию auto listen при изменении частоты чтобы была прослушиваема эта частота лично я не очень люблю можно отключить можно непосредственно на узле ползунки подергать и тогда у нас плюс или в минус будут работать динамические вот эти вот точки диапазоны к сожалению здесь как я понимаю невозможно использовать и компрессор и экспандер то есть компандер получить а было бы очень круто чтобы один тот же диапазон можно было и поджимать и вытягивать какие-то тихие части ширину полос можно просто неимоверно установить в общем этот эквалайзер очень хорош очень хорош и на сайте скорее всего он очень дорог если покупать его отдельно не в рамках подписки м-ауто эквалайзер эквалайзер попроще опять же куча узлов при правом клике на узел возникает вот такое меню где мы можем выбрать и гармоники и тип кривой в общем то то же самое что мы видели в предыдущем эквалайзере можно вот здесь сверху выбирать диапазоны активировать их с помощью enable также можно открыть вот это вот меню bands если кликнуть с правой стороны вот она вот так выпадает также здесь активировать меню переключать можно либо таким образом кликнуть и выбрать с помощью колеса мыши не получается выбрать в общем ну спорно вот по переключению хотелось бы чтоб можно было не входя вот в это страшное меню переключать тип кривой далее у нас м-ауто такой же только lp linear phase смотрим максимальное время задержки 32 тысячи сэмплов минимальное сейчас 768 все зависит от количества узлов настроек и так далее обратите внимание что у нас здесь есть в интерфейсе сверху кнопка edit нажимаем на нее и с левой стороны у нас здесь нечто вроде просетов выбираем просет например bass drum dry-wet выходная входная громкость сатурация и какие-то полосы частот которые заточены под bass drum под kick drum под бочку tilt EQ классический эквалайзер ну на самом деле наверное есть смысл все это дело редактировать вот в таком виде далее M dynamic EQ обычный эквалайзер без линейной фазы и с линейным режимом bands опять же активируем здесь всего лишь 6 диапазонов M dynamic EQ судя по скудному количеству опций скорее всего входит в бесплатный бандл от meldy который можно скачать с официального сайта обратите внимание что meldy предлагает нам очень крутые срезы вот high pass 120 децибел на октаву это очень очень круто и иногда это может помочь чтобы срезать ненужный мусор с бочки с баса с других инструментов но как правило таких низкочастотных это конечно же изменит характер их звучания но опять же когда мы будем в миксе это производить с тем же басом мы сможем точно подобрать это звучание чтобы оно классно сочеталось с басом также вот кнопка areas отображает всякие зоны подсказки где у нас для баса для томов для всяких барабанов какие критичные зоны если кому-то это нужно я лично такой ерундой не пользуюсь можно включать сценограмму она внизу отображается в общем опять же урезанная функциональность предыдущих эквалайзеров m эквалайзер тоже самое только без динамики 6 диапазонов ну собственно тут говорить уже не о чем m эквалайзер linear phase то же самое 6 диапазонов но с линейной фазой и задержка просто адская 32 тысячи сэмплов зато фаза не страдает freeform analog eq рисуем любую кривую и можем добавить сатурацию и freeform эквалайзер классно что масштабируется интерфейс умел да это супер то же самое что предыдущий но никакой сатурации здесь нет в общем как я уже говорил очень уж много сходных по функциональности приборов у мелды а так m turbo eq это однозначная рекомендация если где-то увидите на распродаже рекомендую взять как вы видели очень круто очень удобно очень классно звучит ну и что касается эквализации это однозначно m auto dynamic eq навороченный и m auto эквалайзер LP linear phase если нам нужно работать с линейной фазой вот это две рекомендации если опять же увидите на распродаже есть смысл обратить на них внимание если вы не планируете переходить на подписку от мелды или вам вообще нужны крутые эквалайзеры винтажные и цифровые но сегодня раз уж речь пошла просто про эквалайзеры то единственный эквалайзер у артурии это citral 295 или siemens эквалайзер давайте посмотрим что он из себя представляет срез низких частот срез высоких частот выходная громкость характер звучания характер сатурации range мы можем уменьшать влияние нашей эквализации на звук режиме site включение auto gain что при допустим увеличение низких частот громкость на выходе чуть уменьшалась чтобы нам не казалось что вау как классно звучит эквалайзер ну что касается масштабирования я думаю что вы все прекрасно уже все поняли нажимаете на интерфейс плагина а далее с помощью control или command на mac и минус плюс вы уменьшаете или увеличиваете интерфейс либо через вот это меню hamburger resize window здесь можно цифровое значение выбрать во всех инструментах и эффектах масштабирование таким образом происходит это супер круто опять же низкие частоты выбор частоты в минус плюс серединка presence presence и высокие частоты аж 30 килогерц здесь заявлено прикольно конечно в оригинальной железке там насколько я помню дискретно изменяется значение частоты здесь же очень круто то что плавно можно эти значения изменять ну и раньше как я уже говорил нашу эквализацию чуть-чуть уменьшить нечто вроде регулятор mix и визуалайзер собственно вот это наша кривая то что мы здесь накрутили мы здесь это и видим добротный винтажный не так чтобы сильно красящий вот с помощью гейна мы еще можем характера добавить винтажности сатурации вот этот альтернатив поинтереснее звучит в плане сатурации вот такая вот обработка один единственный эквалайзер в чистом виде у Артуре здесь есть как винтажные обработки винтажный эквалайзер так и цифровые в общем давайте посмотрим и послушаем для начала нейтрон здесь у нас есть эквалайзер он только один он очень очень простенький 4 диапазонный как видите можно диапазоны добавлять с помощью двойного клика максимум 12 диапазонов можно эти диапазоны делать также динамическими давайте например опять же прокачаем наш низ нашу бочку а 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 В общем довольно неплохой, интересный эквалайзер, в котором можно также софт-сатурацию включать, сатурировать сигнал, но опять же не регулируется количество сатурации, поэтому в принципе такое себе. 50 на 50 функция, очень классно, что динамический режим есть, очень интересно он настраивается, необычно включается динамика, потом включается в плюс-минус, куда мы будем двигать порог срабатывания, ну и собственно можно прокачивать от любого из 12 диапазонов, сейчас 12 диапазонов у нас создано, собственно от любого, можно прокачать от полного сигнала, в общем удобно. Удобно, линейной фазы здесь, к сожалению, нет. Зато нулевая задержка на проц нагрузка очень маленькая. Следующая обработка это айзотоп нектар, здесь у нас есть два идентичных эквалайзера, давайте посмотрим как они работают. опять же двойной клик добавляет полосу, здесь гораздо больше чем 12 полос, 24, два раза больше. Ну и давайте посмотрим, что касается функциональности, в чем отличие от нейтрона. Опять же можно выбрать динамический режим, но к сожалению нельзя выбрать от чего у нас будет отталкиваться детектирование нашей динамики. Соответственно детектирование будет только от этого диапазона работать, скорее всего. То есть в принципе то же самое, но без такой точной настройки, удобной настройки динамического режима. В этом смысле меня нектар удивил, потому что здесь эффектов побольше, а функциональность эквалайзера она тут поменьше, чем нейтроне. Ну и великий и ужасный айзотоп озон. Эквалайзер 1, эквалайзер 2, Match EQ и винтажный EQ, давайте посмотрим. Что касается эквалайзера, опять же давайте превратим это в Bell-фильтр, аналоговый, цифровой. В цифровом мы можем настраивать, как видите, фазу. Это очень интересно. Динамического режима, как я понимаю, здесь нет. Очень удобно, что можно переключиться в режим отображения узлов и внизу наблюдать, какие у нас узлы, какой тип вот особенно, потому что вот как видите здесь у high-pass, low-pass фильтров есть разные типы срезов, разные кривые. У шельфов, у Bell-ов есть несколько. Необычные формы, band-шельф в данном случае. В общем интересно, но почему-то нет динамики. Теперь давайте посмотрим на винтажный EQ и о боги, что мы здесь видим. Да тот же самый пульт тег. Низкие частоты, low-boost, low-cut. То есть поднятие саб-низа и провал нижней середины, что дает нам такую массивность звучания для высоких частот. Опять же boost и провал с выбором частоты и там и там. И внизу у нас pack эквалайзер и тут мы можем воздействовать на нижнюю середину, середину, верхнюю середину. Как видите, все эти воздействования на середину, они очень не музыкальные, они очень-очень узенькие. Поэтому имейте в виду, что такие вмешательства с помощью эквалайзера типа пульт тег, они будут очень слышимы. Иногда это круто, когда вы хотите в миксе выделить ваш сигнал, но зачастую это не круто, очень слышимо, не музыкально. Поэтому имейте в виду, пульт тег, pack эквалайзер, он такой очень слышимый, очень грубый. Ну что касается динамики, здесь у нас есть модуль динамической эквалайзации, то есть для динамики у нас есть отдельный модуль. И это на самом деле крутая новость, потому что у нас здесь динамический эквалайзер, два обычных эквалайзера и еще винтажный. На самом деле четыре модуля, которые позволяют воздействовать на звук по-своему. И это очень круто, что они друг друга хорошо дополняют. Давайте посмотрим на динамический режим. Очень круто, что здесь можно регулировать атаку, релиз. А также интересный параметр offset, который как бы уменьшает влияние этой частоты, а в нужные моменты звучания, наоборот, подчеркивает, как, собственно, любой динамический прибор работает. Ну и режим работы аналоговый, цифровой. Давайте посмотрим на задержку в аналоговом и цифровом режиме этого модуля. Итак, цифровой режим 2500 сэмплов, аналоговый режим задержка 0. Соответственно, разный характер звука, опять же, разная краска, это дает нам дополнительную какую-то свободу при работе со звуком. И это очень-очень круто. Так что в этом смысле Озон и вообще компания Айзотоп, они вас никогда не разочаруют. Ну и напоследок, любая из обработок, она может работать в режиме как стерео, так и mid-side. Это очень удобно. Выбираете вот сверху mid и, допустим, mid-составляющей мы что-нибудь поднимаем, опускаем. Теперь переключаемся на вкладку side и в side-составляющую, допустим, срезаем низ. И выпячиваем нижнюю середину. И также можно вверх поднять. И вот все, что широко звучит сейчас, оно больше на себя привлекает внимание. Например, вот в таких целях можно использовать сайт-эквализацию и убирать какой-то мусор ниже какой-то чистоты, как мы здесь это сделали. Так что, опять же, дополнительная фича, mid-side-эквализация, это очень-очень круто. И в Озоне и это есть. Так что Озон на самом деле представляет собой одно из немногочисленных решений, помимо мелда, там где представлена и винтажная эквализация, и цифровая эквализация, цифровая с линейной фазой. За единственной оговоркой, все-таки винтажная эквализация здесь, ну, довольно простая. Это просто пульт-эк-эквалайзер. А у мелда это прям разные эквалайзеры. Это касается только кривых, но сатурация там одинаковая. Делайте выводы.